В конце 60-х годов это место называли райским уголком. Здесь располагалась база отдыха и парк, где возвышался памятник Гетьману Богдану Хмельницкому. Но спустя 20 лет эта территория начала превращаться в стихийную свалку. Остров Хортица всегда славился своими необычными местами, но многие сейчас заброшены и давно забыты. Одним из них является бывшая профилактория и база отдыха Сеч. Об этом месте сложилось немало легенд. Это место очень уникальное в том плане, что оно находится между двумя историческими балками Хортицы, у которых очень много различных легенд. И место это тоже замечательное, потому что существует такое предположение, что когда-то на этом месте находилась Запорожская Сеч. Территориальная база отдыха находится недалеко от отеля Пектораль. В нескольких сотнях метров от него на холме когда-то располагался целый оздоровительный комплекс. Базу отдыха и профилактория дополняла парковая зона, ухоженный пляж, домики и фонтаны. Для запорожцев это было идеальным местом для времяпровождения. Вокруг туи были, аллея роз. Вот вы когда проходили, видели эту аллею роз, и она шла прямо с одной стороны, были ступеньки на этот холм, и с другой стороны. И, кроме того, были серебристые тополя, место было необычайно красивое. Устроили фонтан, там плавали настоящие золотые рыбки. Главной достопримечательностью оздоровительной зоны был памятник Гетману Богдану Хмельницкому. Но о его истории мало кто знает. Также говорили, что он был установлен в честь Петра Сагайдачного. Но на самом деле монумент считался обычной парковой скульптурой. Ставили скульптуру Гетмана. Худас и Зайцев выполнили эту скульптуру. Хотели его сделать памятником. Но так случилось, это было в 60-х годах, что памятником он не стал. Это была обыкновенная парковая скульптура. И даже на ней не было написано, кто это. Спустя несколько лет о скульптуре совсем забыли. Но в честь 400-летия Богдана Хмельницкого Гетману решили установить памятник. Тогда монумент отреставрировали и перенесли в парк металлургов, где он находится и по сей день. Но в 95-м году он получил новое дыхание, новое житие, второе народное, можно сказать. Было принято решение перенести этот памятник до города Запорожья, чтобы действительно за ним можно было нормально доглядать. Его было перенесено на улицу Белана Хмельницкого. Но в конце 90-х годов все изменилось. База отдыха и профилакторий постепенно стали разрушаться. Парк покрывается зарослями. От памятника остался лишь постамент. И теперь, когда Тарайский уголок рискует превратиться в стихийную свалку.